мы в эфирах и даже ни одна камера не зависла снимать ну что уже от этого сказал не вернулись мы вернулись наши узики надулись наши стаканы наполни животик выполнел как говорится youtube прошла неделя чтобы не проходила так неделя приходить к нам на стрим будет проходить всего 15 минут на твиче пришла 15 минут больше 17 и вот мы сидим готовы продолжать наше невероятное приключение под названием это на глубина речь так вы оказываетесь зала трудного закрываются вы оказываетесь том сна утром на заре находится огромный трон с огромным мужиком в красивых одеждах с длинной бородой на троне который находится на как будто бы на облаках прячущих солнце вы видите что по левую сторону так если заходить в комнату по левую сторону находится дверь еще одна выход очевидно в следующее помещение но под видите что под троном находится довольно большое количество разного рода сокровищ которые не кинулась вам глазами первый раз на выходе видите что тут лежат серебряные монеты золотые монеты какие-то украшения какие-то кубки между всего этого видите внеются какие-то совершенно безделушки какие-то даже деревянные игрушки к это барахли в общем огромная куча барахла лежит вокруг этого трона что вы делаете я бы хотел оценить проклятие мумии которая на меня наложена как от него избавиться что это и зачем ну сделай проверку магии девятнадцать ну наверно ты признаешь его признаком что это так и называется это не прокате муки мумии это гниль мумии называется это проклятие и она будет действовать пока ты не сдохнешь но его можно снять если применить особые заклинания или если посетить какой-нибудь храм где жрецы смогут это все дело исправить проклятие говорю я на меня наложено проклятие на меня тоже он же жрец он не может но у него есть способности нужно заказали снять я наверное включаюсь в этот момент я полагаю что я что-то смогу сделать с этим но для этого нам надо будет скорее всего покинуть гробницу дело не в ее стенах дело в том что сейчас пока я лишен возможности творить такие заклинания надо помолиться скажем так нужно набраться сил другу но все необходимое у меня есть поэтому не спешу унывать всего лишь максимум хп уменьшается каждый день делать наверное сейчас вашими разговорами вы слышите громогласный голос который раскатами разносится по всему этому залу голос исходит из того самого чувака на троне вы слышите вы кто пришли в поисках откровений дедериуса должны предложить подношения для работы могучей магии дедериуса преподнесите эти подношения к моим ногам или уходите я думаю я уже преподнесла один подарок в виде глаза стеклянного что еще нужно такого рода подношения интересует я предполагаю дать она к вам обращаюсь что то что мы видим у подножия трона и есть подношения на дна можем осмотреть что вообще лежит вокруг я только что говорю там всякие кубки золото 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 серебряные монеты золотые монеты кубки различные безделушки какие-то может даже тарелку кувшины видите какие-то ожерелья все-все-все подряд я помню часть шмоток там где-то затерялось какие-нибудь артефакты там есть думаю я спрашиваю не с целью поиска артефактов просто я раздумываю что сделать совершенно разные пара работы в таком случае я наверное приближаюсь к подможью трона да почему бы и нет давайте попробуем на удачу я извлекаю из своей дорожной сумки волшебную палочку обнаружения магии на три заряда который у меня по-прежнему при мне есть и укладываю ее у подножия трона после чего делала короткий церемоний поклону ты можешь пройти я наверно подхожу отсчитываю 10 золотых монет ты можешь пройти у меня нет монет то чувство когда у тебя нет денег поможешь сыпать артефакт на эти маску это не так которая разбилась нет у тебя разбилась маска я тебя дала свою маску с высунутым языком я рисовала конечно тебе что нужно затерялась у меня по-моему был кинжал двойственности лет за голуми дира не знаю я короче тоже даю ты можешь пройти да ё-моё а ты не можешь можно мне там пройти пройск контроль мой артефакт какой-нибудь дайте ему артефакты его человек вас просит у меня нет под рукой где твои артефакты давай я тебе дам монеты давай я тебе дам монеты не уходи никуда остались я не хочу монеты я хочу артефакт тебя потом убьют за эти монеты ты задолбал ладно хорошо давайте сделаю красиво красиво но не очень эффективно я беру монетку серебряно серебряным мечом наверное достаю я смотрю на кай типа она положила монетку я достаю из своего кармана монетку с серебряным мечом и щитом который когда подбрасываешь дает 1d8 к бонусу атаки короче к атаке я даю тебе 10 монетку нет 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 все это уже как бы не считается потому что я ее подбрасываю все равно я ей не пользуюсь и я кидаю эту монетку куда-то в стопку этих самых она созвон обоземляется ты можешь пройти я ее могу уничтожить конечно пожалуйста что ребра невидимости монета серебряная я на что не намекала что вы подходите со самой двери нажимаете на нее открывается и вы видите блин а я могу извини пожалуйста что я перебила там у него не лежат книги нет а там и туда ну я имею ввиду из библиотеки но вы видите перед собой длинный коридор вниз сразу факелы загорается видите длинный коридор вниз и наверное отсюда вам слышатся голоса оттуда лестница вниз где-то футов наверное ну наверное с 30-40 достаточно длинная лестница вниз и там открытый открытый прием дверной откуда слышатся голоса и наверное даже виден видно что там горит либо костер либо факел либо что подобное и слышны голоса бубнешь переговоры бубнешь я телепатически лежу ребята да не обязательно повторять вслух а я не повторяю вслух у меня тоже есть телепатия ну я конечно безусловно назвал сарат ребята но там кто-то есть так как может случиться такое что мы будем все ну точнее не только лишь все эти со скрытой не каждый может скрыть не передвигаться я смотрю на мадрика мы все смотрим на мадрика просто обмолчаем сэм сэм сэмпуфским я могу также попробовать пойти на разведку и посмотреть что там и кто там чтобы мы были готовы и смогли спланировать нашу атаку на этот план отлично себя оправдывал подруга я думаю в этот раз оправдает тоже тогда я пошла давай будьте осторожны не свои не важно если я не вернусь через 10 минут значит я стала большой и меня заплетели там видно где там будет что я там видно что ладно где о чем мы прям видим кто там сидит нет я же говорю спуск вниз там виден дырной проем оттуда свет виднее тебе там зал просто будет видно что спустилась вниз там 10 минут вряд ли я маленькая хорошо давай я как это как мышка я становлюсь маленькой и у меня огненные волосы такие маленькие а я горящая огненные мышь это я огненные мышь так я кидаю на скрытность давай и плюс 5 проверка скрытности у меня у меня 18 плюс 5 и плюс 5 плюс 10 18 плюс 10 20 плюс скрытность я мышка окай буквально исчезает и когда вы видите только может быть что от стены к стене она так и где-то там испаряется внизу в темноте 15 сантиметров ты спускаешься вниз по лестнице и выходишь в довольно просторный обширный зал который здесь на секундочку 60 на 30 футов ты видишь что этот зал это скорее всего был обеденный запас ты видишь что здесь стоят два длинных каменных стола красивых мраморных и один гранитный стол посередине один здоровый гранитный стол ты видишь что за этими столами видимо они раньше были украшены какими-то там может быть тем же самыми какими-то как называются тряпки скатерть типа того он сейчас все истлевшие валяется на полу кусками гнили и видишь что на скамейках рядом с этими столами закинув ноги на стол сидят шестеро парней и парни эти выглядят крайне несуразно потому как ты видишь что они ну довольно таки массивные в телесах своих на них накинута броня какого-то рода непонятного тебе с странными иероглифами и у них длинные борода как будто бы но на самом деле эта борода состоит из длинных можно сказать что как будто бы хвостов растущих у них с подбородка и эти хвосты они как будто все покрыты шипами и таких вот если хочешь можешь прокинуть конечно хочу а че прокинуть у них длинные как будто бы эльфийские уши зеленовато болотно зеленого цвета волосы и такого же цвета самая борода с шипами на конце самая кожа такая фиолетово темно-фиолетово даже светово скорее фиолетового цвета злые злые морды я хочу прокинуть только скажи мне что что это наверное природа природа да я не знаю что еще можно покинуть либо природа либо может быть религия даже я не знаю а природу можно кинуть? да пожалуйста спасибо пятнадцать мама перекинешь? нет нет я думаю пускай хватит ты знаешь что это барбазу а их же называют бардатые дьяволы и они вообще удивительно каким образом здесь находятся до пятнадцать в принципе ты можешь догадываться что они часто являются наемниками и как наемниками их зачастую используют маги или те кто может контактировать скажем так с другими измерениями с другими мирами и они готовы покинуться на любую херню если им хорошо заплатят это такие наемники из как они называются преисподними ну в общем не вали оттуда и они сидят наверное слышишь что они сидят за столом один к другому говорят как же надоело когда вернется этот тварь обоссовый второй говорит давай прийти ты нам деньги платят мы не херено делаем меня это вполне устраивает Третий вступает. Сколько можно? Уже сколько часов сидим? Уже хочется вернуться хоть куда-нибудь? Надоело. Вырвал нас, не с хера вот этого, притащил сюда в это измерение и сидим, жово просиживая. Первый говорит, не могу не согласиться. Надоело, боже, чем бы заняться? Давай морду другую набьем. Второй смотри. Нет, не хочу. Блин. Ты слышишь, они вот так перекидываются. Хочется кому-нибудь телепатически сказать, ну ты ублюдок. Что я не сказал? Мы бы тогда сейчас наблюдали, извини, пожалуйста, с данным феноменом. Самозачищающийся даунш. Ну они сидят друг с другом такими вещами, переговариваются. И, наверное, один говорит, может быть, нам все-таки встать, да пойти, да хрен с ними с этими деньгами, нам часть заплатили. И, наверное, слышишь, откуда-то с потолка, из тени слышишь. Нет, вы никуда не пойдете. Ты видишь, по потолку ползет какая-то белая херня. Я не ухожу. Белая херня ползет, напоминающая внешне огромную, может быть, даже ящерицу с как будто бы волосами, но скорее это как у хищника из фильма Хищника, такие дреды, блин, на голове. У него такой большой белый гребень, морда вытянута, как у ящера. Вот эти вот дреды, висящие, свисящие, получается, если он между ногами, то вот так, смешно свисящие, свисящие вниз. И такая белая бледная херня ползет по потолку. Но она меня не видит же? Нет. Тогда я пока жду. Я смотрю, что дальше. Ты видишь, он подползает к середине, спрыгивает с потолка, приземляется, смотрит на них, мы будем здесь до последнего, пока не вернется в Арам. Один изъемов, блин. Я думала, сейчас оживлю. Ну ладно. Ты видишь, как этот бледный проходит у него у них, шипит на них, тебя на него смотрит, ладно, 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 не кипячу их, ладно, все нормально. Тот молча проходит у него у них и снова куда-то в тень уходит. Я могу прокинуть их, хотя навряд ли я, честно говоря, я даже не буду прокинуть, потому что я, ну, Акаина вряд ли знает таких существ. Или прокинуть их. Ну давай я попробую прокинуть. Может быть, древесный король мне какое-то семечко знаний вложил в голову. Я природу могу кинуть? Тут, наверное, все-таки не природу. Здесь, пускай это будет религия. А, у него еще крылья, я не упомянул, у него крылья на спине еще белые. Он полуносит белый. Пятнадцать. Пятнадцать? Ну, наверное, когда-то. Ты, может быть, что-то, какую-то книжку читала по поводу... Отец может рассказать. По поводу... Чего? Отец может рассказать. Может, батя рассказала, по поводу Ищадей. Это Ищадей, его зовут Абишай. Их существует... Это одни из прислужников Тиамат. Лютые прислужники Тиамат. Их существует пять цветов. Как бы зеленый, красный, синий, черный и белый. И это белый Абишай. Я возвращаюсь обратно. Говорю... Витя, Акапия появляется. Да, но я говорю опять телепатически. Собираю конференцию. Что... Что бы вам сказать? В общем, там... Дальше... Спуск вниз. И большая комната. Судя по всему, обеденный зал. И... Там шестеро. Шестеро... Если вы знаете... Таких существ, как Барбазу. Или Барбазу. Барбазу скорее. Барбазу. Я не уверен, но... Скажу. Или Барбазу. Барбазу, да. Барбазу... Это бородатые дьяволы. И они работают на... Того, кого мы ищем. На Вараму Белого. Вы знаете таких? Честно говоря, первый раз слышу, но... Раз ты так говоришь, значит, наверное, такие есть. Ну, я описываю, что у них там борода, шипы, это наемники. И говорю, что... Но самое... Стрёмное, с чем нам, возможно, предстоит столкнуться. Даже я уверена, что нам придется столкнуться. Это исчадье, которое называется... Обещай. Подойдет полу ящерица, полу птица какая-то. Ну, я так ее представляю. Она белого цвета. Их вообще бывает пятеро. Это прислушники Тиама. Я вам скидываю. Как жаль, что Трафальгар ушел. Он же должен разбираться. В драконах. В драконах. Как я понимаю, исчадье не совсем дракон. Исчадье не дракон, но, возможно, он мог бы подсказать нам... Способ борьбы. Способ борьбы с ним, да. У меня есть один способ борьбы. Я также отвечаю телепатически, чтобы не привлекать внимание. Помните эту тварину? Этого тролля? Может, попробуем как-нибудь его натравить на них? Ну, где нам искать его сейчас? Мне кажется, он шастает где-то по этим подземельям. По-моему, я чувствую его смрад. Я хотела попробовать телепатическим путем стравить их друг с другом. Я думаю, это выдаст нас. Поэтому я здесь. Либо нападем. Если ты неожиданно, постараемся застать их врасплох. Ну, еще мое предложение поискать этого тролля. И хотя бы ослабить их. Сильно. Если нападем, можем улипнуть в крупные неприятности. Сколько ты говоришь было этих бородатых? Шесть, сказала Кай. И седьмой? Это тварь. Да, это тварь. Но, прямо скажем, я подозреваю, что силы не равны. Мы можем попробовать пройти в троны к Дидериусу через библиотеку. Там был другой ход. Да, Роза. Ведущий. Даже? Да? Возможно. В библиотеку же мы тоже к Дидериусу можем попасть? По идее. Нет. По-моему, нет. Или в тронный зал. Не понял. Да, в тронный зал. Но они два входа из тех локаций, где мы уже были. Я понимаю. В любом случае, нам... Нам всяко только они... В любом случае, они говорили... Это идет вот так. Что они ждут варама белого здесь. Соответственно, нам не нужно ни в тронный зал, ни куда-либо еще. Нам нужно найти варама белого. Это наша первостепенная задача. Да, чтобы его найти, нужно пройти мимо них. Других путей здесь нет. Да, несмотря на то, что их больше, я считаю, что нам нужен хороший план. Можно кто-нибудь из вас прокиньте, пожалуйста, мне... Это будет, наверное, ну, религия. Да, пускай вот религия. Давайте я, наверное, это сделал. Логично должно. Черт, я не на высоте, но тем не менее 13. Ну ладно, про обершая ты ничего не знаешь, но про дьяволов ты знаешь, как я уже упоминал, что это наемники. И они по характеру, они не то, чтобы сильно заинтересованы в чем-либо, они заинтересованы в том, где им хорошо планировано. С ними всегда можно договориться. Я, наверное, озвучиваю... Вопрос только в деньгах. Сколько им платят? Я, наверное, озвучиваю следующее. Может быть, потерявшись немного в воспоминаниях, я, наверное, тихо, полголоса, но не телепатически уже своим голосом озвучиваю. Я начинаю припоминать, что это касающееся Барбазу. Насколько я помню, они отличаются исключительной продажностью. Но, судя по твоему рассказу, чайди держат их в крепкую жде. Все так и есть. Но, тем не менее, если нам... Я отчасти как будто бы рассуждаю вслух, наверное, еще понизил голос инстинктивно. Может быть, если нам удалось бы поговорить с кем-нибудь одним из них... Я могу связаться с кем-нибудь телепатически. Или даже попробовать подключить вас. В любом случае, пока они под контролем этого жуткого создания, я думаю, они... Хотя, впрочем, их больше, они могут решиться и напрямую в стучку. Если они не будут знать, сколько нас... Ты предлагаешь нагнать на них жутю? Согласен. Подключись, скажи им, что либо они присоединятся... Один, как минимум, один из них присоединяется к нам, либо мы их ближем всех. Ну, что-то такое. Это значит, какая угроза, я думаю, что... Если мы пообещаем какое-нибудь вознаграждение... Ну, на самом деле, можно поступить так. Объединить две идеи в одну. Ты сможешь связаться с ними, сообщить, что якобы в гробницу пришел до зубов вооруженный отряд, многократно превосходящий их численность, и предложить им сменить сторону за достойное вознаграждение. Мы только что прошли... комнату... тронный зал, где лежала куча сокровищ. Мы не пробовали взять у подножия трона ни одно подношение, и я думаю, что, может, лучше не стоит этого делать. Судя по всему, я тоже никого люблю. Видимо, это подношение либо проклято, либо охраняется самимедедариусом. И они знают, что заплатят больше, если возьмут его. И то, что им не удалось этим поживиться, играют нам на руку. Так, давайте подытожим. Десмут, я могу подключить тебя. Я не думаю, что это... По-моему, комитоген. По-моему, кстати, не можешь, насколько я помню. Сообщение... это сообщение на угрозе. У тебя там не сообщение, у тебя там вообще другое. Нет, просто телепатия. Но это не Wi-Fi. Да, я знаю. Но она может только говорить то, что говорит небес, условно. Давай подытожим. Что мне им предложить? Предложить продать своего наемника? Я предлагаю тебе, нужно сказать следующее. Сказать, что они окружены отрядом многократно превосходящего численностью. У них есть единственный шанс на милосердие со стороны противника, это немедленно уничтожить исчезание и их усилия будут вознаграждены. Я не уверен. Но если... Это очень опасно. Потому что если они наделены хоть немного умом, то они поймут, что если бы мы действительно были настолько сильны, мы бы не шли бы на какие сделки с ними. Это, во-первых. Во-вторых, окружение. Каким образом мы можем их окружить? Даже теоретически, если... И связываться телепатически? Для чего? Там один вход и один выход. И с другой стороны выход... Если забыл упомянуть, пожалуйста. Я забыл упомянуть в той комнате, где они сидят. Там ты видела два еще выхода. Когда спустилась по лестнице, сразу же по левой стороне у стены была одна дверь закрытая. И с правой стороны на стене тоже еще одна дверь. В любом случае, насколько я понимаю, это... У нас есть только один путь. И если кто-то идет оттуда, значит он уже возвращается. И вряд ли вооруженный отряд может оттуда возвращаться. Ну, это если они не совсем тупые. А что если... Я сделаю немного иначе. А я свяжусь с одним из... Барбазу. И скажу им, кто такой... Скажу, что Варам Белый это... Культист, который собирает гораздо больше сокровищ и имеет гораздо больше финансов, чем они могут себе представить. Потому что если мы пойдем против него все вместе, то мы заработаем все гораздо больше, чем им пообещали. Звучит как более изящные детям. Возможно, они не знают, кто их нанимать. Мне кажется, что знают, что с ними обещай вещать детям. В любом случае. В Метагеймерске мы кинем какую-то проверку. Нам нужно просто решить... Какое именно? Запугивание? Обман для убеждения? Давайте, как бы, будем реализовывать. Или две. У меня обман 0, запугивание 0, убеждение 0, выступление 0, спасбросок харизмы. У меня запугивание плюс 1. К слову, вы за мумии 3000 экспы получили. Не нарыло, конечно же. Жаль. Надо было всех шестерых валить. Я бы, может, до девятого пойдем. А может, это за всех шестерых нет? Ох, расхораблился так как. Сколько у нас там получается? 3 разделить на 4. 750. 750. Я так и знал. Значит. Вот вы ставите меня перед таким выбором. Так, сейчас я сам с ними свяжусь. Я, наверное, говорю, да, та какая, ты доверяешь мне. Конечно, как самой себе игрок. Это плохо. Я, наверное, тихонечко спускаюсь. Ну, в принципе... У тебя есть сообщение? Да, у меня есть сообщение. Я соединяюсь сообщением с одним из этих созданий. Нет. Я сейчас наломаю дроху. Вообще, надо кинескрытность. Кидаю скрытность. Ломай. Это все равно лучше. Да, логично. Мы играем в приключения. Давайте, да. Приключаться. Будем приключаться. Убьем. Если что убьемся. Интересно. Семь. Пожди, подожди. Восемь. ты ступаешь вниз по лестнице и идешь довольно тихо как мышка но мышка все-таки не может быть такой большой поэтому ты даже с самого низа отступаешься на какой-нибудь лестнице скальзиваешь с нее ножкой чпок и слышишь как там где-то в зале за столами что там бля а мы это слышим? я вот так рукой я останавливаю выхожу вперед начинаю просто ты видишь все эти шестерых дьяволов и остальные нечистоты но смотрю на тебя что это? посмотри на мое лицо уродливый я полуор ты видишь шестерых этих дьяволов но я наверно обращаюсь к этим шестерым и давно варан прессует вас они переглядываются друг с другом ты что? ты кто вообще? что это делаешь? скажем так я представляю другую сторону кто готов заплатить больше чем хочет заплатить варан один из дьяволов подходит к самому здоровому который с тобой сейчас общается может имеет смысл обсудить кто такой не понимаю о чем ты говоришь а ну иди иди в сторону уходи он тебе тыщит мечом я беру держу этот самый как он называется свою секиру у меня на конце секиры медная проволочка это способ посылать медное сообщение я телепатия обращаюсь к нему скажи где эта тварь скажи где эта тварь чтобы мы могли ее уничтожить и поговорить спокойно мои ребята ворвутся сюда как только мы нападем на нее какая я тварь я говорю обещай обещай он там сидит слышал тварь идиот видишь эта белая херня подземляется направляет крылья медленно идет в ту сторону и кто же ты такой меня зовут грок и что тебе здесь стоишь и я здесь спящего мне нужен варан а варану ты не нужен варан да он еще не знает что я могу предложить ему я не очень хороший переговор он подходит к вам опорит дьявол опорит сбоку тебя походит позади тебя оглядывая с ног до головы и ты пришел сюда очевидно не один я смотрю ты догадливая твои друзья видимо стоят где-то там наверху может быть они уже здесь это вряд ли учитывая твой интеллект вряд ли он вышли среднего ты щадья ты видишь что это здоровый стоит смотрит тут возможно вариант договориться обещай смотрит итак крок что же ты хочешь нам предложить хочу предложить хочу предложить золото золото мне что это здорово золото целый гор целый ватердип готов скинуться вам за вараном за варама я имею прямой доступ к совету какому-то там не могу вспомнить как он называется ты видишь непонимание явное в глазах дьявола это очень целый город один из богатейших городов они готовы отдать любые деньги я не понимаю что он говорит мне заборан золото это много золото нет золото где живи там с вараном надо убить что ты несешь блять я видимо его взбить он сядаем на полу бы иногда 18 плюс обещай наверно наталкивай его в сторону снаться перед тобой значит так да в принципе это не важно мы поставили здесь варамом чтобы охранять эту дверь я смотрю какую оказывает на дверь которая получает слева от входа от лестнице спасибо если вы предложите нам достаточную плату вы можете пройти в ту дверь в правую? а че в правую? насчет интеллекта я был прав в левую то нельзя в правую то че? деньги дашь я соединяюсь с саками у тебя деньги есть сколько денег надо у меня один золото у меня два он подбегает бородатый ёлку я по деньгам разбираюсь он в твоей даме тебя берет под руку он нервный парень со мной можно разговаривать ты видишь охеревшего мешая который стоит на все смотреть я договорюсь я договорюсь ты можешь подкинуть мне больше процент я договорюсь что у вас чисто моральные принципы пройти вон нужно любите ходить и вы пройдете только нормально а ты дай мне что-нибудь полезное что-нибудь ценное что-нибудь хорошее дай дай сколько тебе дать че тебе дать ну смотри нас ворам призвал призвал если достаточно дадите конечно это возможно мы закроем глазки да ну как я понимаю метагеймерский он хочет какой-то артефакт который есть у меня золото тебя интересует это кашель я пытаюсь вспомнить сколько у акай денег было сообщением похуже с ними можно договориться сколько тебе надо сколько тебе надо чем больше тем лучше есть у тебя 100 золотых и у тебя спрашивают наверное вмешиваться обещаем ваш этот вот молчаливый разговор меня начинает это бесить ладно у меня сотка есть есть сотка сколько вас много не надо пытаться навешать мне лапшу на отсутствующий уж если вас было много бы вы все пришли бы пытались бы с нами разобраться зачем рисковать недоумение на бородатом дьяволю зачем рисковать наверное мешай подходит значит так я поставлю точки корок давай мы либо сейчас каждый платите нам по 200 золотых 6 золотых либо вы не проходите никуда или вы можете предоставить нам какие-нибудь ценные артефакты наверняка у вас и есть я могу его оценить взглядом насколько он опасно они все опасные противники ну и анализ варвар а не психопат прошу прощения пока ты оцениваешься просто нужно таскать барбазун я пришел договориться так это 14 ну 14 я думаю ты сильно проанализировать не сможешь их физическое состояние ну то есть видно что они такие ну как бы ну как бы боевые навыки про боевые навыки то ничего не говори а мешай выглядит мерзко и видно что по нему что он несколько более зарятоопытный нежели астрите бордатый дьявол они все таки получается наемники как ни крути а он очевидно один из как ни крути он один из представителей войска тяма все понятно понятно поэтому какой то у него боевого года имеется разговариваю с тобой я посылаю Акай какие то данные ну давай тучай что будем делать смотри у нас столько денег нет у нас нету столько денег и артефактов у меня тоже нет тогда я начинаю рубить подожди подожди нас во первых ладно я жду пять секунд пока распускаетесь и начинаю рубить начинай начинай отсчет я иду к рок погнали мальчики я если можно можно сейчас я наверное ты можешь вслух отчитать пять я наверное обращаюсь к этому к к бородатым ну к этим бородатым и я использую бросок обмана наверное да бросок обмана у меня все ай блин у меня все совсем плохо с обманом ну ладно я использую бросок обмана для того чтобы я ему говорю что а нет пусть я использую бросок запугивания можно же запугивание я использую запугивание я ему говорю если если поможете нам убить этого если поможете разобраться с этим ашаном то обращаем обещаем 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 а наверное мы телепатии это отправляем если поможешь разобраться с этим обещаем то мы вас оставим в живых это запугивание запугивание ну чуть больше шансов у меня за запугивание все таки я выплю住 13 Ты отправляешь ему это послание Слышишь И я такой 5, 4, 3 Он говорит убить И я нападаю Ну, Гурок, ты будешь ходить первым Я разделю опять дьяволов на 2 пачки Короче, мое запугивание не получилось Ничего не получилось Все очень плохо Нас могут сейчас убить Могут Трафалька Как вы тут Я принял 600 золотых Нам совет выделил Вторую порцию денег Прислали с собой Гурок, ходи Ну, в первую очередь Мои глаза наливаются кровью Я впадаю в ярость И со всей дури Начинаю хреначить своим мега топором Абсолютно безрассудно Не беспокоиться о том Убьют меня или нет Как минимум я умру Вместе со своими друзьями Сопартийниками Потому что больше у меня нету великой цели Я волен распоряжаться своей жизнью Как я? 20 2 20 кирилл еще сегодня вот так вот просто что-то он кидал кубик такой взял ну бывают иногда нарушение да наверное было ну шестеро какой-то первую пачку бьешь или 2 пачку трудашки первых нет я общался с обещаю на вот тогда пообещают да я фигачу пообещаю это у меня обычный будет урон ну в смысле рубящий на секиры это получается 3d 12 плюс 6 это много очень много это 36 плюс 6 42 42 урона но рубящего обычного но физического ты видишь вы видите как бегая на полиции видите как гроб взмахивает секиры и сиры с размаху лупит по этой твари которую вы уже наверное видите на спуске которая стоит рядом с ним большая мерзкая трещавая белая херня ты силы бьешь его на отскакивать на несколько на несколько сантиметров в сторону твоя секира лан зайцем глубоко в грудишку ты наносишь максимум своего урона и и кидаешь по бруталик сюда рубящий туда до к 20 к 20 да ё-моё пожалуйста вынеси его с одного удара 9 это вы потрошены получают дополнительно 1к8 рубящего урона кидать и 1к8 урона ядом это 4 рубящим и 7 ядом и я наношу второй урон второй удар это причем считается даже не бонусная перемещение более чем на 10 футов за раунд наносит дополнительно 1к4 рубящего урона за каждые 5 пройденных поэтому он будет стоять на внизу не ввести внутренними лежал вишка голгурного цвета папа по пузику ли еще образуется огромная такая проверка в музеев это кишечка немножко торчает наружу отскать сплювая как сплю я весь первый сезон ожидал этого но это почти 20 было 18 плюс 7 25 20 как попал вот ну тогда уже на этот раз я наношу просто 96 14 рубящего ты снова замахиваешь своей секирой бьешь его сторону движку поставляет свою лапу по твоему даром тваси кином зайцем в руку движка к доходу в эту костину тем не менее застревает на пол пути ты понимаешь что кровище брыжет он взвизгивает и смотри на тебя совсем недорого взгляда и теперь он орет на тебя ну ты видишь как он хватает лежащего скамейки рядом с ним огромный длинный меч и этим мечом он я вспоминаю свой рубиновый клинок в твою сторону машет своей ровной лапкой это это 18 у меня когда 15 какой урон это рубище рубище а он еще в ответ на урон делает укус случайному существу сейчас давай перспективный удар после того своего удара нынешнего в общем первый удар это тебе 13 рубища мячом он бьет тебе по руке которая которая как раз таки держала секиро ты вижу он разворачивается и вторая рука вылетит свободно и когтями он пытается тебе дать леща но это 20 25 плюс у меня еще 19 вообще-то так так я не полно так 13 мне наносит рубища вода да сейчас не нравится пополам это в меньшую сторону округляет наверное 6 и я падающий вторым ударом потому что на 25 это плюс это а я делал правил по таблице жестокость 19 сначала я наношу тебе урон когтями это 10 это тоже рубища и жестокость это 17 это запомни меня цель получает состояние испуга и боится на кучу все оставшуюся часть битвы ты наверно видишь он сначала разгрызает тебя руку мечом затем ты оцарапываешь ты поверишься на него смотришь ты видишь его там морду а вот он брычет флэшбэйки опять флэшбэйки да и опять ты чувствуешь как твои руки но они начинают трястись ну ты испуганно я вспоминаю элрона когда он меня вот это унижал фигачил меня до конца боя до конца боя я делаю по нему с помехой да да у меня опять начинает тремор фигачил меня по-моему и сколько он против него только не стоит все а и ретроспективно он тебе еще должен был укусить когда ты его ударил меня да именно я попытаюсь у меня нет у меня когда 15 в этот момент бородатый дьявол уходит первые три ты видишь они вспрыгивают со стола бегут в твою сторону потому что остальные еще не успели подбежать и первый взмахивая мечом такой ты чё ты чё вперед летит его борода у меня 19 ну груб поехали значит 4 урона колющим плюс делай спад бросок тела сложения подбросок тела сложения у него нету по моему преимущества так ну там все так можно я быстренько не только на силу 10 это провал смотри испуганное существо получает помеху к проверкам характеристики броскам атаки пока источник испуга находится на рельда пока он пока его убедишь то есть все по всем ты бьешь с помехами то есть мне нужно его убить чтобы перестать бояться да теперь ты провалил поэтому ты еще и отравлен на одну минуту отравление я кстати так и не понял что оно дает отравление отравленное существо получает помеху к своим броскам атаки и проверкам характеристик ну то есть тебя ничего не менять ты чувствуешь как его видишь как борода одного может быть видишь как тебе под руку кидается один из бородатых дьявол он бордой проводит тебя по сисечкам ты чувствуешь как яд расползается по твоему телу и в этот момент ты видишь как его глифа летит в твою сторону и у него 8 ты делаешь так что трясущимися ногами делаешь шаг в сторону и глифа проносится мимо это был первый из трех 2 подбегает тебе с бородой своей у него у него как бы 21 поэтому в любом случае попадает получая еще 9 делать ну не делать и так отравлю еще 9 колешь его глифа летит следом 20 ну не крит а 15 плюс 5 получаешь короче урон с какой сейчас рубящий 7 рубящего 3 делай спас тело телосложение да не тот кубик прошу прощения двенадцатигранник бросил 20 ну не чистая ну прошел отлично 3 тогда все окей третий ну чё у меня вон команда моя 2 пока она добежит тебе третий его борода лечится в твою сторону извините упало я впитывал 23 урона нет это попадание урона значит 7 его бородой его бородой и сейчас его глефой так это у меня бородой только бил да но глефа не попадает у него 7 в сумме ты ты че отбиваешься от этих всех ударов от ворот от глефа видишь слышу как позови тебя от шаги туп 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 подбегает окай я наверно захожу и говорю мы здесь ГрОООООООО не остановлюсь там же высокие потолки ну не так что бы сильно ну это гробница трупов ну скажи мне высота 10 футов сколько гадру низкие подожди ты говорил что там сверху ползает эта херня Справедливо, да. Ну пускай там будет 20 футов, хорошо, победила. А форма гиганта это сколько? Гиганта? Это больше 20 футов. А форма огра? Это меньше. Это крупный, крупный это... 10 футов, крупный. Ладно, хорошо. Мне кажется 10. Ну ладно, если без формы огра тогда, все планы мои порушили. То есть гигантский это больше 20 футов? По-моему это прям типа великан, великан. Средний это человеческий размер, крупный это... Ну где-то, ой, еще сверху пол человека. Размер огра. А гигантский? Огромный это два огра друг на друга. А это огромный, да? А есть еще исполинский, это когда вообще ебать. Это не, я огромного размера. То есть два огра повестятся друг на друга? Нет. Огромный не повестится. Нет. Да, огра это... Ну... Не, ну 20 футов должно быть. Хорошо. Нет, не думаю ничего. Давайте, я становлюсь формой огра. Сколько человек футов? Я становлюсь большого размера. Два метра 6, условно. Один огра это 7. Нет. Огромный прям большой. Так, и я что делаю? Мне кажется, он большой. Передо мной что? Я хочу... Передо мной три, значит, дьявола месят Грога. Одна белая тварь стоит, орет на него. Ну... И еще трое сзади бегут. Я могу встать перед Грогом? Могу? Ну или рядом с Грогом. Да. Они же его не окружили. Ну, технически, да. Но у нас нет окружения, поэтому кореньки. Ну, я вот что хочу сделать. Я стала большим формой огра для того, чтобы они зассали. Истугались. Ну, я понимаю. Нет, это я просто нарративно. Хорошо. Нарративно. Хорошо, хорошо. Вот. Но бить я их руками пока не буду. Я использую... Это было мое бонусное действие, поэтому я могу себе позволить. Так. Я использую едкий метаболизм. А использую... Я сейчас скажу вам, что дыхание черного дракона... Нет. Да. Дыхание черного дракона я использую. Я испускаю струю кислоты линией длиной 60 футов. Шириной 5 футов. Ну, короче, я хочу... Я поэтому стала рядом с Грогом. На них. Давай так. Ты, если ты становишься рядом с Грогом, ты сможешь заблевать хорошо двоих дьяволов и еще троих, которые позади. Ну, еще двоих, пускай, которые позади. Хорошо. Они же, да, не колонны как стоят. Да, да. Я понимаю. Я понимаю. Ну, хотя бы зацепить кого-нибудь. Чем больше, тем лучше. Так что, спасибо. Я и на том рада. Телоусложение нужно сделать. Телоусложение. Телоусложение. А у тебя посчитанное? А, бонус мастер ставки. Четыре, да? Первые два не проходят. Дальше, кто ребята стоят, они проходят оба. Ну, я в любом случае кидаю 6К6. А те, кто не проходят, половину урона кислоты получают. Не очень. Сейчас... Всего же 10. А вот это ты посчитала? Нет. Раз, два, три, четыре, пять шесть. Вот это еще одна. Шестнадцать. Это что? Кислота или яд? Кислота. Ну, думаю, яд на яд. Ядовитые тварины. Шестнадцать? Шестнадцать урона. Кто прошел половину? стало быть просто математика здравствуй и половина это 8 окей да видите огромная какая выбегает отбегать грубо может немножко вот так блюда настроили яду кислоты вернее который разлетается обрезки в этих несчастных демонов кричат они и те сузали тоже там кричат примерно тоже самое только на более грубой форме и и вчера пока да я и бонусное действие использовала но теперь у меня ходят ребята которые за ним бежали они краски заблеваны подвигают видят тебя здоровую ебаку таки ну мать знаешь что настроить ты одна получать бороды сначала летят первая борода летит но это по любому дает 22 держи урон 10 делать спас телосложения и это ну тоже попало очевидно потому что до 10 урона до 10 урона за ним летит глифа и это ну тоже попало очевидно потому что это это 18 урона 18 урона 18 урона получается ты получаешь значит к 10 плюс 13 делая спас телосложения снова а я не хочу делать спас телосложения я делаю внезапное изменение реакция когда по вам попадает атака и вы на мгновение уменьшаете чтобы избежать атаки атака промахивается а вы перемещаетесь на расстоянии до пяти футов не провоцируя атаку после чего превращаетесь в обычный атаку наверно видите как один из бородатых демонов отбегает может быть вцепляется подбегает мотай башкой своей ацент вцепляется втыкает в акаи ногу большую свою свою бороду смахивая глифой чтобы хатнуть у акаи под двумя муравей исчезает глифа появляется красота но к тебе подбегает момент 2 его борода летит в твою сторону 16 не попадает и глифа следом глифа 18 краски попадает здорово это 12 урона дело спас телосложения третий бородой вот третья борода летит в сторону 22 попадает бородовая хамалия какая-то ну у меня 13 13 это достаточно глифа летит следом ну это 15 поэтому нет глифа промахивается мои дьяволы долетают на окончании бороды и глеб прилетят сюда светит и там отбиваясь от всего что можешь и в этот момент внутри врывается десна я врываюсь и двигаясь достаточно быстро но тем не менее относительно насколько мне позволяет тело корвуса изящно на ходу буквально я наверно двигаюсь в 100 а там в принципе все в одной стороне помещение маленькая поэтому куба 15 футов хватит я скрещиваю руки на груди произношу клонорхис синенсис тут меня начинает клубиться серебристая дымка для вас я мои глаза закрыты я наверно поднимаю голову указываю перед собой и себе за спину на вас скорее всего недоумевают наши оппоненты что происходит фигуры а теперь это уже именно фигуры вокруг меня приобретают какие-то никакие антропоморфные очертания но разгоряченные боем у этого скорее всего не видите а вся банда делает спад бросок мудрости со сложностью 20 все или только эти когда вы активируете это заклинание можете указать любое количество существ видимых вами на которых не будет действовать это заклинание скорость остальных существ уменьшена вдвое и когда такое существо впервые заход входит в область или начинают там ход вот единственный вопрос они в области же уже на них принципе уже могут обвести уровень в свой ход получается тогда тогда будешь делать подбросок мудрости потом подожди или я вот честно говорю тут терминологии немного путают но когда они входят или начинают там с выходом написано то куда входят или начинают подожди но тут как бы я к ним двигаюсь вот то есть по идее то они оказываются областью когда ты косуешь область на определенное место надо появляется когда они начнут свой ход в этой области тогда они огребут пока она просто появилась там грубо говоря там дистанция на себя духовная стража а ты там написано в свой ход поэтому в свой ход много так будет правильно принципе мы так и делали по-моему поэтому но собственно пока я больше ничего не делаю потому что настраиваю заклинание держу концентрацию я поднимаю голову открою голову пускай окей матрик наконец ты прибегаешь заняться я вижу что это что тут творится что над игроком возвышается большая белая пушка я могу оценить его состояние друга он плох хорошим нормально короче не важно я направляю на тебя палец и говорю да совершит свет возмездие может какой-нибудь тонкий лучик света отходит из моей руки из пальца обволакивает тебя в некую какую-то грубо говоря окутывает просто как одежда вторая ну и все после этого я пиву месиво со всеми наверное на одного из бородачей я говорю ты мой противник будет это из 2 пачки 2 2 3 пачки мудрость должен пройти надо а я любил и пока отдыхать 16-18 зараза тогда он может меня не атаковать хочет у меня все еще трясутся руки у тебя сияющая сияющая какая-то штука вокруг меня мне очень страшнее становится еще страшнее так ну как я помню у меня отравление помеха да да и моя помеха еще из-за страха из-за страха по этой твари поэтому я по-любому буду кидать с помехой уже но я не унываю я не унываю не унываю я делаю это ты можешь делать когда свою ходу спас бросок а я думаю что мне я продолжаю свою вот это безумие непонятное я делаю с помехой ход по тому чего боюсь поэтому а шахиду не помню как его зовут а шам да там что-то такое блин я смотрю что еще обещай обещай отлично ничего не говори обещай ничего не говори что я делаю я пытаюсь его атаковать я уже думаю я это буду не безрассудно потому что это не имеет смысла мое преимущество не перебьет количество успехов поэтому я все-таки стараюсь аккуратненько это сделать так это уже все равно 18 и я наношу 1 до 12 плюс 6 это рубящий урон а кстати прошлый мой урон он я вижу что он сопротивлялся этому урону да а можно тогда ну ладно после этого броска я могу бонусным действовать на ухо у нас укатывается все время 8 8 рубящего урона на дырающим дрожащими руками вскидываешь может быть ты видишь как перед тобой встает как раз кувинка ты вскидываешь свою секиру встает один из дьяволов который перебивает твой удар тем не менее слегка ты задеваешь все-таки этого орущего обещая у меня заявка я хотел сделать как бы перед прошлым ударом у меня есть способность в общем мой топор опять начинает вибрировать я в обычной в обычном безумии в обычной ярости но теперь мой топор наносит психический урон ну не факт что это поможет мне еще один так же с помехой так и это 16 попал попал еще наношу 7 плюс 6 13 урона психически магический психический 13 да окей ты действительно отталкиваешь одного из дьяволов снова бешевого может быть сначала локтем по морде этого орущего обещала потом секиры он махиваешь он делает несколько шагов назад и оцарапываешь ему по грудине он кишки вываливаться надо пытать обратно запихнуть но твоя секира в этот раз прорубает нормальные от него отверстия она не прорубает и он купает кусать дьяволы он слышит эти сон он взвизгивает кидается тебя с пытаясь щелкнуть своим клювом у него получается это причем хорошо на 19 а еще плюс сверху 6 я буду сразу вам скажу 25 короче от 19 значит я он для начала нашу тебе урон укусом это всего лишь где мой к 4 к 4 это 2 плюс 3 до 5 и еще сверху 11 это 6 это какого урона это все колючим 11 он кидает на тебя вцепляет тебе в руку как собаку это телосложение у меня да так 9 плюс 8 17 я ты себе можно ли это считать успешной атакой по груб нет не атака контратак хорошо я думаю так а что но уже ничего моя защита должна сработать когда его будут атаковать успешной атакой но это усва была пока ну да по сути да когда я кидаю 2 к 10 и это сколько у другу наносится урона на базе я еще не докинул за него крут алекс мы сейчас он внесешь после брут алекс я по к таблице жестокости делают поэтому у него колюши они вы полющий жестокость 1 угол было цель получать дополнительно 1 к 4 плюс ловкость колюши в урон ну это короче 3 плюс ловкость его петова пишено 0 поэтому 3 1 ну я очень херово против но тем не менее когда этот тварь тапнула тебя за плечо или за что бы то ни было весь свет который тебя окутывал наверно просто направляется через твое тело в сторону и упасть и и свет расходятся уже по противнику ну проника как будто внутрь или выжигая его на 12 урона 12 и значение звучи да ты видишь как буквально во рту этого обещала что-то взрывается отскакиваешь его челюсть на обвисает пытается заняв вправляет с хрустом и на этом собственно все да и он сходит и видишь он из раненый весь этот раз упражнением подборцов мудрости со службы 17 проходит тогда в любом случае получаешь 9 урона я представляю как это могло произойти ты получаешь этот укус видишь как с твоих плеч срываются свет или как-то обжигающие мешая он взвизгивает я раз набросается еще раз в сторону ты опутанные все таки сетьми испугом может быть сердце замирает ты поднимаешь секиру в надежде защититься потому что понятно туда можно попасть в цель он встает с тобой в маре весело это в которой окружает меня встает твоего роста фигура в котором то узнаешь быть мимолетно узнаешь высокого полуорка сжимающего призрачную секиру и он разрубает эту дрянь пополам она когда-то происходит и видишь как ческотные борода дьяволов и видишь как один из них но теперь вы будете нам должны где куда пошел вора ты ведь они стоят в каком-нибудь клинче останавливаются все кто-то кричала скажем если вы заплатите мы скажем больше мы давали вам возможность я договориться я не спешу снимать заклинание продолжая удержать то есть силуэт он крутится продолжает крутиться довольно быстро я полагаю мы можем заплатить вам по самой высокой я делаю я активирую свой ангельский облик распахиваются крылья глаза начинают сиять может какой-нибудь там свет исходит от меня я воспаряю и говорю ну то что я примерно говорил мы давали вам возможность договориться теперь вы будете делать так как мы скажем то есть как они смотрят на это они начинают кривиться ты видишь их лица сразу меняется поэтому делать помеху ангельская сущность 8 ты видишь они переглядываются говорит ну значит вы здесь сдохнете и мы продолжаем и мои первые три которые били грога продолжают это делать не было хорошо до 2 мудрость до на мудрость 2 проходит 3 не проходит так те кто прошел получает вот посчитать бы еще 8 урона прошел те кто не прошел кто не прошел 16 у меня уже нету страха отравления я уже довольный я смотрю на ангельскую тварь надо поставить пылесик на мадовик да вы видите как наверно что происходит с ними в этом квадрате да ну по сути они просто получают ну поскольку я выбрал еще в датшоте образ для своих призрачных стражей облики моих друзей и спутников только модифицированных достаточно по сути они получают удары от призрачных фигур ну совершенно излучением кстати появляется невидимая фигура которая начинается со всех сторон как флайш появляется они отмахиваются пытаются отбиться но тем не менее никого не попадают один из них агрится один наверное с гургом сражался все это время продолжает его бить грог значит борода сначала борода промахивается глифа лететь следом а глифа выпадает потому что у меня 19 сейчас я буду еще бить сильнее ничего порядка хорошо сначала урон на 38 рубящего делать спас телосложения буду ли я отравлен нет 16 прошел отлично это был 19 стало быть это жестокость это жестокость по глифа это рубящий это рубит мне руку сейчас да а там стоит такой есть именно отрубание руки до конца да и это перерезанное сухожилие цель больше не добавляет свой модификатор силы к урону в течение оставшейся части боя ты видишь когда я размахиваю рукой борода продается в этот момент его глифа вслетает и тебе прям по руке ты чувствуешь как твое руку обвисаю да обвис раненое второй а наверное второй и третий они завидев вот ангела кидаются на него потому что ибо нехуй 1 19 попал это борода до нас где это еще на пачке начала значит девять колющего делать спас телосложение потерялся своих записи 15 хорошо хорошо даже хорошо теперь в тебя лифа его но она не попадает и третье получается а урон 2 20 не попадает в случае это борода всего лишь и снова дело спас телосложение ну на этот раз 14 все проходишь и глифа летит тебя 13 не попадает а глифа меня попадает смешные это очень нелепое создание я наверное делала примитивные атаки после бороды это не может казаться примитивным а я вот что делаю я форме огра давайте наверное я по проверенному сколько их осталось 6 так же осталось? а передо мной игрок стоит? рядышком да ну условно почти все рядом и ребята тоже ну мы оговорили что мы на пятачке на одном буквально тогда не буду ладно уже распыляться там рядом с лотой на всех я по проверенной технике освобождаю когти сначала бонусным действием я делаю себе псиническое оружие это не грубая сила это псиническое оружие у меня которое называется я наношу смертельный удар трачу 5 пси очков и бонусным действием заряжаю свою безоружную атаку псинической энергией моя атака наносит 1к10 психической энергии за каждое потраченное пси очко это 5к10 36 вот и использую когти это получается бонусным действием я сделала и основным действием я трачу тоже 5-50 очков и выпускаю длинные когти вот там сейчас будет мясорубка кого ну а кто самый такой разговорчивый наверное тот кто с другом сражается мадовик а он как по состоянию ну он побит но не скажется как сильно ладно давайте я его и буду давай чтобы подавить их дух скажем скажем ну у меня у меня у меня 23 попал если 19 или 20 не забывай о времени нет нет не 19 меньше а да я попадаю это получается 10к10 давай 1 2 3 1 2 3 а где еще есть К10 у нас есть 4 5 я сначала рубящий скажу рубящий получается 5к10 так это у меня Десять, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать. Восемнадцать? Восемнадцать рубящий. Сейчас, подожди, ещё психическое. И десять, и двадцать психическое. Здрасте. Да, ты видишь, наверное, что твои когти бьёт по этому твари, которые сражаются с гробом, ты тут, наверное, не ожидать, ты делаешь несколько отбиваний твоих ударов, но тогда твоя психическая энергия направляется в твой удар, ты втыкаешь ему в бочину. Не знаю, пускай у меня же тёмная кожа, по коже, как, словно молния. Да, ты его вот так, стоит его, колодит, колодит, он в тупая сторону, видишь, что он истекает перед кровищей. На последних соплях он стоит. Всё? Всё, да, я всё сделала. Холодят мои хлопцы, которые, собственно говоря, вторая, третья, вторая пачка, да. Да, я понимаю. Что делается по сбросам мудрости и сложности? 17. 17. Первый не проходит, второй проходит, третий не проходит. Не прошедшие 18 урона, прошедшие 9. 18, да? Ох, мать божья, 26. И мне не хочется расстраивать барбазу, который, в принципе, вроде как мне такие ушелые ребята, но это действует 10 минут моей концентрации. А, типа снают кубы тут? Да. Хорошо. Ну, тем не менее, они действуют, видишь, они снова эти тени налетают и сбивают их, но двое из них тоже кидаются на ангела, потому что всё какие хера себе. Один из них кидается на тебя. Давай сначала будут бить тебя, а потом на ангела. Давай. А концентрацию сбить могут? Знаешь, а как сбивает за концентрацию? Хер знает, она сбивает. Да, она сбивает при ударе. Подскажите нам в чате, как сбивает при попадании, наверное, когда уроды. Там что-то прокидывает надо, да. Поддержку, поддержание, концентрация, по-моему. По-моему, что-то вроде этого. Кстати, да. Давайте я это буду проверять, потому что, ну иначе это будет совсем жестоко по отношению к дьяволу. Хорошо. Всего вот тогда. На, подбегает тебе третишка, бородальки в ту сторону, ты будешь… Своё пухлое тело ворачивается ловко, как кунг-фу панда от летящей бороды, но в этот момент глифа. Где-то в твою сторону, и у глифы крит провал. Я затмил их зрение. А ребята, все равно подскажите, как концентрация проверяется, потому что не всегда же мне будет так вести. Ну, кстати, я тут читаю сейчас. Сбивается при получении урона. При получении урона. Тут бросается. Кинуть проверку телосложения или больше половины нанесен малого урона, но не меньше десяти. Ну вот, логично. Крит-провал тоже у нас по бруталексу кидается, поэтому у меня провал на рубище. Это значит, что и где, что, почему, как. Атакующий находится в ослепленном состоянии до конца своего следующего хода. То есть, наверное, из-за сияния Мадовика он… А! Аааааа. Ааа! Стоит, машет бородой и глифой в разные стороны. Зам记ь, что кинуть, который бьет тебя, он слепленный, а то я тоже. Окей. Но двое подбегает к тебе, Мадовик. Крит, как борода лекит в тебя. Ты говорю, что в заказе, а сколько у тебя, когда? 18. Нет, говоришь, борода промахивается, глифа ликит в тебя оттуда же. Но тут ты говоришь, глифе, да? Ладно. Потому что у меня 19. И это 6 трубящего, и дело спас телосложение. Так, сейчас, секунду, сразу сделаем. 18. Хорошо. В этот момент убегает еще один, снова борода. И в этот раз, да. Потому что 22. У тебя есть борода? Да. Я скажу, ей... 6, и дело спас телосложение. Ай, блин, запарили меня. Самый? Ну, кстати, 12. Если попадает ровно в нужный... Это значит, прошел или нет, я не помню. Ровно показатель сложности. Ну, по-моему, в ДНД, да. Прошел, потому что... Потому что. Ну, и глифат не может, что уж, нет-то. Это 19, этот Brutalics, поэтому... Чисто 19? Сначала, да. Сначала, значит, это... 9. Грубящего. Делать спас телосложение. Не прохожу. Минус 1к10 хп-шки. И в начале каждого своего хода будешь еще отнимать. А при новом попадании по тебе, это еще минус 1к10. То есть будет уже минус 2к10. Это вообще максимального хп-шки. Нет, это обычного хп-шки. А, просто... Вот я думал, что у него мало, то что раз в сутки и так хп-шки снимается. Сколько? Ну, вы видите, что подвигают два дьявола, они такие бородавые. Но мадовик уворачивается. И тут наглифаем в бок. На! И тут вы видите, как у мадовика. Ну, во-первых, еще 19 вообще-то. Это... Это... Сверху 19. Нет, это рубящий по бруталиксу. По жестокости. И это... 14. Стало быть, это озлобленное лицо. Цель навсегда теряет 2к4 очка харизмы. И слеплет на 1к4 раунда. Навсегда? Навсегда. 2к4? Поэтому глифа вылетает тебе в лицо. Судит по всем. По глазам, видите, как глифа... Бьет мадовик по глазиньщам. Кровь, наверное, у тебя течет по лицу. Шрам огромный остается тебе на лбу. На одном глазу растекает тебе лицо. 2к4? Минус 4 харизма. 2к4? Еще и выкинул, как бог просто. Это если поменял, у меня могло быть минусовая харизма. Кидай 1к4. Насколько ты ослеплен? Жесть какая. 2к4. На 2 раунда ты ослеплен. Ему это важно. Кровь тебе начинает зацелать в глазах, чувствуешь огромный порез у себя на лбу и на глазу. И, собственно говоря, на этом мои пацаны все. Гагарин долетался, а ты договорился. Я шпыляю направляющим снарядом для начала в того ослепленного, кто пытался атаковать меня. Ну, в конце концов, он ближе всего. Так что со словами. Ну, больше это будет, ладно, ячейка первого уровня обычная. Я не буду уж заниматься. Словами. Со словами. Со словами. Я, естественно. Я, естественно. Ламбле. Лапландия? Лапландия, да. А так, я по нему, он ослеплен. На меня это как действует? Не помню. Сейчас, подождите. По-моему, нет. По-моему, это у него пометено. Слепота. Слепленное существо не может видеть и автоматически проваливает в проверке характеристики, требующие зрения. Броски и атаки против этого существа получают преимущество, а броски и атаки самого существа получают помет. А, понятно. То есть все-таки с преимуществом. Ну, давай бить. У меня 20 и 19. Микрооргазм. Это чем ты его бил? Направляющим снарядом 4К6. Ну, давай. А максимально его? Максимально. Ну, это 24 уже в любом случае. Излучение. Да? Да. И это по... Это магия, да? Это магия. Излучение. Излучение. Секундочку. Это, наверное, силовое поле, если здесь от меня обозначается. А дальше, кстати. По поводу уточню. Нет, вообще излучение. Ну, вот здесь есть электричество, есть силовое поле. Это в книжке официально. Ну, пускай. Наверное, силовое поле, я так понимаю. А, вот, это излучение. Есть? Это из бруда. Кидая К8. К8. Это изизнанный. Цель должна пройти спас-бросок харизмы со сложностью 15. Харизма. 15. Не проходит. Или будет изнано в 9-9 преисподнен в 1-4 раунда. То есть, домой? Домой. Я думаю, он не вернется, потому что у него 2-5 линии. Я туда больше не договорю. Можешь описать, как это происходит? Ну, на всякий случай, вообще всего на 1 раунд он изгнал. Ну, ладно. Если ему страшно, я не собираюсь его преследовать. Да ну что, получается... А пускай это будет следующим образом. Я, наверное, неожиданно даже для самого себя, пускай немножко корвуса вступит в бой. Я, ну, собираю излучение, как обычно это делаю рукой. И внезапно моя левая рука делает какое-то непонятное мне движение. Она дергается один раз, я с удивлением на нее смотрю, чудом не теряя концентрацию ни одного заказания, ни другого. Она изящно очерчивает круг. И за спиной у барбазу появляется нечто похожее на черный фар. Я отправляю четыре шарика огня в него и ударю приблизительно в одну точку его тела, просто как кузнечный молот. И вбрасываю вот этот провал, который некоторое время еще зияет своей термотой. И сначала захлопывается. Кайф. Кайф. Ну, все, да, получается? Ну, все, да. Мадрик. Я тут построил, вы понимаете, планы. Да, сюда. И выбранный и видимый вами что-то бы произошло на четвертом уровне заклинания. Но ничего не произошло. Вокруг меня сколько вообще? Пять человек? Четверо. Четверо. Уходи в глухую оборону. Как это делать? Вот так вот, скорее всего. Разреживаешь ворот, и ты свое действие тратишь. По-моему, он ворочу... С помехой идет, по-моему, на все. Все, да? Все по тебе. Можно, извините, вопрос такой? Я просто не совсем понимаю, как это работает. И сработает ли это на Мадрик. Ну, у меня есть такая фигня, как психическое восстановление. Восстановление бодрости называется. Действием вы можете коснуться одного существа и выбрать одно из следующих действий. Окончить снижение значений одной из его характеристик. Это может снять его минус 4 к афоризму? Это же характеристика. Я знаю, что в ДНГ, ну, по крайней мере, в каких-то из редакций, я сталкивался, что есть прям такая, как бы, минус понижения характеристики. Но вот относится ли Бруталикс к этому понижения характеристики или нет? Ну, тут именно, ну, вообще, это самое наивысшее у меня 7 очков. Как еще раз почитай? Называется восстановление бодрости. Действием вы можете коснуться одного существа и выбрать одно из следующих действий. Первое. Окончить снижение значений одной из его характеристик. Можно, извини, перебью, раз, минутка метагейминга. Судя по формулировке, окончить снижение значений, это когда происходит снижение по экспоненте. Вот, типа, как у него хп снижаются, допустим. Нет, второе. Окончить эффект, снижающий максимальное значение его хитов. То есть у него снижается. Опять же, окончить эффект. То есть, если у него будет постоянно снижаться, стало бы, ты можешь это предотвратить, чтобы, допустим, то же самое, вот это на него проклятие, допустим, лежало. Ты, кстати, можешь, да, а ты его можешь снижать. Кстати, да. А если его просто лупанули, единовременным снижением, то я думаю, что нет. Ну, мое мнение. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Путь считать. Линза, у меня наваливается еще мысль о старых версиях ДНД, когда я в компьютер играл, там тоже всякие там снижения у тебя есть. Они типа с тобой висят всегда, вот, всегда, пока ты не используешь какие-то супер заклинания. Ну, так и есть. Ты можешь, это как с воскрешением, ты можешь умереть, и тебя воскресят какие-нибудь жрецы в каком-нибудь храме. Так же, я думаю, и с характеристиками, если они у тебя понижаются, все-таки ты можешь использовать либо какое-нибудь высшее восстановление, типа того, чтобы... Ну, собственно, я это и планировал использовать, но мяч и чех. Так, Дэсвен, все. Я все. Мадрик, да. А как работает механика? То, что я вот ослеплен, я делаю с помехой что-то? Да. А если это, вот, заглянание, то, что я должен видеть, это так, типа, уже не могу делать, да? Высказано, ты не можешь купить меня действия, которые связаны с Дэнем. Автоматически проваливаешь эти действия. Я сейчас, может, скажу, что такое ослеплен. Так, может, только что касательно этого барабазу несчастного что такое ослеплен, которого я домой отправил. Ну, все, да, наличие. По нему... Ну, шо-то, давай. Подмогу. Давай, пять, четыре, уходи в защиту. Три, два, один. Тут есть насекомые вокруг, предположительно? Вряд ли. Тогда я говорю, да дарую цвет вам благословения. Использую заклинание подмога, и у вас у всех плюс десять максимум хитов и текущие хиты. Это считается позитивной энергией? Наверное. Тут как бы... Или это временные хиты? Ну, нет, это не временные. Это именно, грубо говоря, это исцеление. Плюс максимум и плюс текущие. Ну, стало быть, исцеление. Плюс максимум это в любом случае временный. Так? Да, пока действует мое заклинание. Не, ну, максимум это значит, что меня можно выхилить на это. как будто я стал здоровее на десять хитов. Так что я не знаю. Ну, это не совсем исцеление. Нет, это не исцеление, это ограждение, во-первых, школа ограждения, а во-вторых, ну, как бы, раз уж у нас такие дебаты, тут правильно, да, что это отличается просто от временных хитов тем, что докидывается максимум по количеству заклинания. Так что, если уличить что-нибудь на эти хиты будет, то да, ему будет больно. Если временный хп у тебя и тебя бьют по временным, ну, получается, тебя бьют преминые хиты у тебя ходят сразу, а эти хиты можно еще раз восполнить. Я понял. То есть, ты можешь себя похилить, еще у тебя будет хорошо, И, неважно, на провоцированной атаке я хочу взмыть. А у меня вопрос. Наверное. Ты, когда кастуешь эту штуку Дрюка, она действует на всех в радиусе? Или только на союзном? Выберите до трех существ в пределах шанса. Как ты удержишься липым? Там сказано, что-то в пределах видимости или еще что-то. Он же молится? Он такой, Грога, пожалуй, корвуса Дезмонта, а Кай, ну и Грога, ладно. не буду докапываться. Корвус и Дезмонт. Да, взлетаешь, да? Я хочу взмыть на недосягаемость до их ближних атак. Ну, это, скорее всего, будет провоцированной, но тем не менее. Ну, просто, что-то, прыгаю вверх. Я подумаю. Ну, хорошо, давай, провоцируем тогда. Да, будут провоцированы от четверых. Первый, ну, глифой, само собой, без никакой, не борода, а глифа. У них же по одной будет, Атаки, не две. конечно, но у первого 20, не крит, а просто 20. Слава Богу. Это 7, делай спас, бросок телосложи. Прохожу. А ты у меня терял, 1к10, которая в начале каждого своего хода? Да. При новом попадании минус 1к10, это же не надо ничего кидать, то есть минус 2к10 будет в следующем хожу. Второй. конечно, очень опроменчивое решение. 21, минус 3к10. Третий. А сколько урона наносит? А, прости, пожалуйста, конечно же. 5. Третий промахивается, у него 14к10, И четвертый. Промахивается. Так, подожди, а то не ходит на сюда? Нет. это реакция. А, реакция. Видим, мадрик, слетает воздух, по нему два удара попадают, вот этим не менее, отмахиваясь крыльями, горячим вздумаешь на высоту к потолку и там начинаешь кружить. Все? Ну, да, я вообще, я слепой. закончу, подсмотрю. Ты цветаешь лицо в столбе. Так, у тебя три кубика. Не помял. Я запомнил, чтобы ты скажи, не сдох. Я шучу. Это вполне вероятно будет. Мы тебя воскресим. Я, у меня уже не трясутся руки. Да. Моя кровавая улыбка расплывается, флешбеки вьетнамские уходят. Кто передо мной? Два, да, стоят? Со мной один бьется. Со мной один бьется. Можно я? Ну, тогда я безрассудно на него нападаю уже со всеми преимуществами, со всей... А, без силы. У меня порвана связка. Но, тем не менее, я безрассудно, возможно, с одной болтающейся рукой, которая почти не может помогать мне дополнительно бить. Я хреначу его. С преимуществом это 19. Чистые или? Чистые, да, 19. Как это делать? Я не знаю. Значит, наноси урон. Так, это у нас... Это какой? Это будет рубящий урон. Сейчас, 5 плюс 3. 8. Ну, от моей... Это 8. и... Да, это рубящий урон. Какой? Что? К-20? Да. 14. А, стоп, это же, да. Это получается... 14, что-то уже было. По мне. 14, это озлобленное лицо. Цель навсегда теряет 2,4 хоризмы. Ну, я ему, значит, по башке, так. По личику. ты видишь, у него просекается, может быть, ты ему подаешь щеку, проходя между... по зубам, ты видишь, зубы улетят, у него изо рта вырываешь вторую щеку, ты видишь, ах, пытается свое кровавленное лицо. И он вообще на соплях стоит, такой, ну, я еще раз так же делаю. Я еще раз бью по нему. И это, ну, нечистые 20. ой, как хорошо. Это 14. Рубящего урона. наверное, у него вылетают зубы. То есть, я его бью, у него вылетают зубы, вот это все. И я вторым возвращательным движением отрубаю ему голову вместе с его дрянной бородой. Колючий. Красиво. После чего ногой его отталкиваю куда-нибудь, чтобы он не мешался на моем пути. окей, еще 10 угод? Ты видишь, как 4 бородача пытается достать бодрик. Я просто бегу к ним, наверное, так же. Хотя, стой, я оканчиваю свою ярость. По-моему, я могу это бонусным действием сделать. Да хрен, с ним можно. Хорошо. Тем временем, двое бросают мудрость и сложность 18. Окей, у первого 18 плюс мудрость проходит и второй не проходит. Очень скромно на этот раз не так получилось мощно. Кто не проходит, получает целых 7 урона, кто проходит всего лишь 3. Совсем скромно. они снова получают невидимых люлей, но тем не менее, видишь, им не достать до этого пищуна, они поворачиваются на тебя, потому что видишь, что там и они бегут к тебе. Допускаем. у первого 14 бородой попадают полетела борода началось 4 урона колющим и делать постелосложение так провалил спас ты отравлен 1 минуту окей тебе нужно бросать на концентрацию сложность либо 10 либо половина в данном случае получается на 4 здесь 10 прошел ну ты отравлен одну минуту не можешь хилиться и спас и можно спас в конце своего ухода и теперь глифа глифа попадает потому что 21 к 10 урона рубящего дело спас телосложения ну 20 нечисто хорошо но этот момент 2 кидается с бородой я считаю русал все пока 9 нанесем вопрос сразу что я к нему 2 глядя с бородой но не попадает у него 12 попадает он не хп базовый я доспехи носить не могу опробовать когда когда я понял значит попадает ну значит давай 5 урона колющим спас ну не оружие делал поэтому хрен с ним а спас от концентрации да на каждый урон вот такие пироги крит провал вот так вот подбегающим один тебя задевает бородой и в этот момент у тебя подсекает на ноге своей бородой бородой ты этого не ожидал ты чувствуешь к твоей магии оттого отпускает тебя улетает куда-то всего это рассыпают да и в этот момент у тебя летит глифа еще и здорово это всего лишь это 11 11 но у меня когда 11 значит попал но это стало быть 11 рубящего делать спастила сложение предправл в начале своего хода вы штырят один к 10 кп окей сейчас минус линка 10 и в начале каждого хода будешь снова терять так сейчас пока посчитаем первый меня метелил на 9 получается а второй сколько мне нанес 10 еще минус 1 к 10 в начале хода правильно так это минус 29 так 10 минус к 10 10 минус к нет нет я нанесу муру и а минус 1 к 10 могут потерять на начале каждого своего хода при новом попадании новом уроне еще минус к 10 на поле таки давайте окей эти 2 походили окей я наверное кричу и вы слишком слабы чтобы победить на ваш предводитель мертв одумаетесь но если но если они нет и я не буду атаковать понятное дело что я бонусом действенное всего 5 но не видно видно что они вообще не слушают двое из них яростно сражаются с десмондом двое из них пытаются достать тыкая в мадовика своими этими делами как швабра как сколько у тебя ослепление все уже получается по-моему на один раунд на 2 раунд и на один ранее на 2 а там написано не смею не там 1 к 4 да по-моему да все таки два все-таки нет я же говорю что я сделаю бонусное действие и все равно сейчас угрок на все меня минус 3 к 10 будет начале хода я убьет скорее ну вот я спрашиваю давай тогда я бонусным действием сниму с него так ты коснуться должна у меня передвижение есть только под потолком она большая я размера угра я могу тебя за пяточку и ты будешь бодрым восстановление бодрости это как взбодрить и что ты делаешь оканчивает максимальное значение своих хитов условно это конечно не максимальное значение хитов но мы посчитаем что это ну если тогда считаем пускай либо снижение характеристик ну пускай пускай хрен с ним пускай не волю убивать марвика чтобы нелепо скажешь подождите это снижение хитов вообще не просто текущие я могу тебе их восстановить вообще хиты или окончить что написано кончить уменьшение тебя но у меня и максимальная снижена сейчас из-за проклятия у тебя максимальный снижение нет у него снижается хапа шкачочная он просто кровью истекают короче давай тогда я лучше у тебя много не хватает хапа ну порядочно я просто не поняла что у него происходит я думала что у него снижается именно максимальный тогда я лучше сделаю лечение ран а я этого не делал потому что это действие действие а я и другую ну да и недалеко я куда-то он как раз убежал в ту сторону пробу потому что я действие потратил покричать покричать свободное действие ну если свободное действие тогда я по хилю до матрика я просто думала что это действие я буду кричать кидать куды ладно я да я тогда трачу пять пятьдесят очков и хилю его на один ой на пять к восемь мы металлические сапожки проводящие тепло двадцать 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 один двадцать шесть пойдет нормас ну стой ну все спасибо игрок рядом да ты рядом прям да ну да 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 а ты чем сражаешься мой хороший я топоро секирой секирой ты ж мой хороший я наверно ты такой стоишь секирой бежишь секирой я по щекотала ногу этому и я хочу извините что так долго ложечки а где мое психианическое оружие вот и я трачу я трачу все очки и вот что я делаю бонусным действием я касаюсь одного простого воинского ружи как бы простой люб wollte войске секиру но у меня да у меня уже снова она обычным до касаюсь воинского оружия до кончания моей концентрации на концентрации весorns а я тогда уже скукоживаю потому что концентрация трачу твои оружие считается магичным получает плюс три гроссом атаки урона плюс три гроссом атаки увер% а ну как матница это же концентрация Это моя концентрация, 10 минут. Я концентрируюсь на твоем оружии, и я становлюсь имущественным оружием. Хорошо. В этот момент ходят мои, как раз таки, дьяволы, которые, они пытались достать мадовика. Наверное, один пытается, понимая, что ему мадовика сейчас не достает, поворачивается, видит, как ты там щекоришь, ну, брога, вот, скил, видишь, что ты превращаешься обратно в маленькую, ну, в среднюю. И он разворачивается, шипит на тебя и кидается на тебя со своей бородой. Хорошо. Первая борода проходит мимо, это 8 всего лишь, но глифа летит далее, и далее глифа делает 19. Попадает. Это 9 урона, делает спаз бросок телосложения. 9. Спаз бросок телосложения. Я не прохожу. Тогда минус 1к10. Что делать? Минус 1к10 в начале своего кода. Если по тебе попадут еще раз, минус 1к10, что будет накидываться? Минус 1к10 хитов? Да, в начале своего кода. Запомни об этом. А второй поворачивается, видит всю эту картину. Он будет, наверное, грогом. Грог, у тебя летит борода. На 25 от 19. Опять 19? Бруталикс. 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 Ну, это уже обычный урон, я вышел из этой самой. Это 7 колющего, делает спаз телосложения. Ты у нас отравлен, нет еще? Нет, нет, я, по-моему, себя позабил. Так, минус 7. И спаз телосложения. Блин. Нет? Ты отравлен. Подожди. Это крит-провал. Это спаз бросок. Ну, так. Ты отравлен на одну минуту. Не можешь хилиться. Ну, в принципе, так не можешь хилиться. И спаз можешь делать в конце своего хода. И это бруталикс колющего урона. Колющего урона. Это не бруталикс, это вернее, это жестокость колющего урона. Я кидаю к 20, это 11 и это заточка судьбы. Цель получает помеху на проверке атаки, спаз броски и проверке способностей до конца боя. На атаке, спаз броски и проверке способностей. Что у тебя там за руки золотые? Да, наверное, видишь, как борода... Это была борода? Нет, это была борода. Борода впивает тебе в грудь, нужно какие-то сочленения. А видишь, как он вдергается у тебя свои... В легкое. В легкое. Ты чувствуешь, как твое тело немножко... Я не могу дышать. И летит его глифа теперь. Глифа нет. Ну, глифа просится мимо. Ты, наверное, падаешь в этот момент. Ну, ладно, чего. И второй будет... А, все, это был второй, да? Все, извините, все. Попутал, это пятый, шестой. Все, Десман. А я? Серьезно, что ли? Я чуть не ожидал, если честно. Передо мной два противника, да? Да. Остаются. Одному из них, они, в принципе, оба ранены, поэтому без разницы. Я протираю руку вперед, произношу Тониарингис Сагенатус. И пускай он делает спас тело. Ой, мудрость С-17. Мудрости, не проходит. Не проходит. Тогда 2К-12 некротик. Ой, как плохо. Ну, 10 в любом случае. А, что там происходит? Да просто он слышит короткий взлом и раздающийся глуп, из-за чего у него кровь или что, ее заменяют, начинают из ушей течь. Он ходит за голову, у него брызжет из носа кровища, из ушей кровища брызжет, он отшатывается в сторону. Все. И бонусным действием я, ну, надо же, концентрация отоспала, пасциола хипатика. Ха-ха. Появляется в парус-транстве между нами белый клинок, который, не задерживаясь, рубит второго. Давай. Кстати говоря, Акай, ты же концентрация у тебя была, так? Да. Я по тебе попал? Да. Делай проверку концентрации, сложность 10 получается. Так, 18 телосложение. 13. Прошла. Плюс 5. 18. Ну, атака. Атака. Попал, да, конечно, попал. Попадаю, так, 1К8 плюс 5. 9. Да, ты видишь свой меч, у него, может быть, выпадает на тебя, если очередным выпадом, ты отпрыгиваешь в сторону, направляешь на него свой меч, меч, вверх, патрируется в отдыхе, летает ему бочина срапового кузика, он такой, аааа. Больно. Но стоит, видно, что ему норм. Мадрик. Да, я... Живи. Ничего, ничего не вижу. А, мне надо 3К10 теперь прокинуть. А, кстати, 1К10 мне надо снять. Я получу уже от него от бороды, мне надо 1К10 снять. Я кидаю вверху. Да, ты кидай. Сам себе вышки кидай. И Мадрик сам себе 3К10 сейчас ибою. Мазохизм. Ой, ну ладно. А, ка... Сколько? Он тебя похилит. Да нет, я-то выживаю, но это 22. Ёоооо. Мадрик в воздухе вылетает, тыкаясь буквально в каждую стену. В этот момент, вы видите, как его там... Кровь из всех изранений, которые на нем есть. Он в сторону летит, его подкашивает. Может быть, ты в воздухе начинаешь кувыркаться. Падаешь вниз, хрен с тобой. Просто падаешь на землю. В стороне от них. В стороне. Ты на дистанции. Но ты падаешь на пол, откатываешься в сторону. Это чисто нарративно. Я не сомневаюсь, что с таким уроном ты мог бы летать дальше. Честно говоря. Что будешь делать дальше? Дальше я бы хотел... Если я смогу, то я снова взлечу. Пожалуйста, да, взлетаешь. Я из последних сил. Взмахиваю крыльями, я потерял лист. А, вот, нашел. Нет, не нашел. Да. Да, нашел. Сколько я сказал? 22? Да. 22. Стоп. Математика. Математика. Будет потом, знаете, в будущем будет такой чат GPT. Мы ему будем просто говорить, что... И он нам будет автоматом все считать. А он говорит, иди нахер, человеки. Плава лома там, убить всех человеков. Я провожу вот так вот рукой по пространству, где находятся противники. И говорю, да изменит цвет, ход времени для этих демон, порождение дьяволов. Неважно. И, короче, появляются... Куб размером 40 на 40 футов. И цели на мой выбор, а это все вот эти вот черты... А ты же их не видишь. А там не сказано, что... Я их должен выбрать. Я назвал поражением чертей и убил. Ну, блин, на самом деле, если в описании не сказано видимое, то... Хорошо, да. Здесь все-таки справедливо. Все цели должны преуспеть спас броски о мудрости со сложностью 16. Окей. Окей, который бьется с Сакай. Не проходит. Который бьется с Грогом. Проходит. Который бьется с Десмондом. Проходит. Который бьется с Десмондом. Сколько? 16. Проходит. 15. Только один Сакай, который дерется, он говорит... Какая же это бесполезная... Трата ячеек и всего остального. Ну, короче, у него минус 2 кд. Минус 2 к с вас броском ловкости. Он не может совершать реакции. Свой ход может использовать только... Либо действие, либо... Бонусное действие. И не может совершать более одной рукопашной или дальнобойной атаки. Хорошо. Убедил. Все? Ну, и заклинания не накладывают, поэтому все. Хорошо. Грог. Ух, у меня сейчас будет крутая заявка, потому что я никогда еще этим не пользовался. И вот опять я это использую. Смысл в том, что стою я, рядом как бы где-то стоит Акай. И вот наши противники, они где-то недалеко друг от друга. Противники Дезмонта, они подальше. Ну, дальше 10 футов. Да. Тогда я на вот этих двоих, ну, за их спинами, используя ускоренное заклинание, потому что я могу за два своих очка действий, пам, пам, я не в ярости, я получил полный урон, очень сильно уставший, замученный. Я использую дребезги, чтобы оно задело их двоих. Дребезги 3к8, спас-бросок на телосложение, урон звуком, если не ошибаюсь. А это, по-моему, да, урон звуком. Не проходит оба. Ну, в любом случае. А я не обылимбаю, кстати, когда они, когда ты контролируешь это вот. 10 футов, в радиусе 10 футов. Я думаю, нормально. Не достигаем этих, тех двоих, что с тобой дерутся, то и этих. Расстрел урон. Это, заклинание. Но, это ускоренное действие, я делаю это заклинание бонусным действием. Вот так вот. Да, бейба, 3к8, ну, не очень много, но зато по обоим. Это какой урон? Звука не помню. 1, 1, 1. 1, 1, 6, 8. Окей. Ну, им неприятно. Ну, то есть, что-то взрывается. Я это представляю так, что, опять же, моя сущность какая-то. Я что-то говорю на древней глубинах. За их спинами, как будто открывается портал в другое измерение. Возможно, даже оттуда вылезает какое-то щупальце. Но потом все-таки реально схлопывает этот портал. Происходит вот этот звуковой взрыв от схлопывания этого портала. Может, такое происходит, между ними как раз эта херня происходит. Ты видишь, они там немножко отлетают в сторону, хватает за уши, краища течет. Все течет. И это еще не все. И теперь раненый, измученный, забитый. Я, кстати, не бросаю... А, я, по-моему... Нет, я не бросаю 1К10. Спас телосложнение, он делаешь в конце хода. Да. Я начинаю их хреначить. Ты, кстати, отравленный, ты помнишь? Да, да, да. Это с помехой. У меня только отравление, да? Больше нету минусов. Тогда я это делаю с безрассудной. Безрассудная атака, и по мне будет с преимуществом. Плюс 3. И плюс 3. Ну, у меня как раз получается... А, ну да. Как раз меня закроет. То есть я 2 удара делаю, потому что 2 удар у меня не бонусный. О! Короче, 24. Смитирайся, попал, конечно. Вот. И... Да, что это там? Для 12. Плюс 3. Плюс 3, это у нас 12. Тому, с которым я дерусь, я наношу 12. А у тебя очень-очень не задавляется. Нет, у меня повреждение сухожилия. Поэтому у меня от силы нету плюса. Ты им взмахиваешься и секировал, отбиваешь несколько твоих выпадов своим мечом. Но ты не имеешь в виду, перекручиваешь его меч и... Что-то царапываешь ему грудь, пускай, ключицу. Но ты веришь, что он израненный, весь кровавый, но на последних соплях стоит. И я бью его еще раз. Потому что я манер. Опять же, безрассудно. И это 19. В сумме? Да, в сумме. Попал, конечно. Давай. А это штука на урон? Нет, не только на урон. Это на атаку и на урон я тебе дала. А, и на атаку и на урон. Ну, в любом случае я попадаю. Вот. И D12 так же наношу. О, 12 плюс 3. О, 12 плюс 3, 15. Все добивание. Отлично. Ну, я думаю, так же безрассудно начинаю кромсать его своей, с одной стороны обмякшей рукой. Кромсаю, кромсаю, кромсаю. Ну, и в конце, я думаю, отталкиваю его и делаю контрольный в голову, втыкая секиру в голову. Ну, и отталкиваю сразу. Ну, он отлетает. Как мешок с картошкой, падать на пол. И все, да? Да. И в этот момент ходит тот, который сражается с Акай, который замедленный. Он может сделать только один удар, он его делает. Он будет... Без помех, просто бьет, да? Так, сейчас точно скажу. А у Стамона без. Да, без бить. Ну, стало быть, он бьет в сторону Длефа, но Длефа очень медленный. Вперед и просто отходчиво. Проносится мимо. Ну, и на этом он все. Акай. Я в начале своего хода делаю минус 1к10 хп, да? А, я, кстати, не сделал спастбросок. Да, сделайте спастбросок. В конце каждого хода он может снова проверять мудрость. Сколько служил? 16. Так, тогда все. У меня на яд 12. Да. Прошел? Да. А, ну все, все. Он меня вот так вот, он же замедленный. Да. Он начинает так вот бить меня. А я так, ну вот уж там я теряю 5 хп. Ну, у меня все равно будет 4. Это незначительно. Прошел. Да. И я просто протягиваю, так он замедленный, я протягиваю руку вперед и разъедающим касанием хватаю его голову. Ты должен сделать спас... Я сейчас скажу, я трачу 750 очков, пускай, да, вообще по максимуму. Надеюсь, у нас будет отдых все-таки продолжительный. Короче, трачу 750 очков, ты должен совершить спастбросок ловкости 15. 1. Ну, это провал. Как видим. И ты получаешь 7 к 10 урона. Ух! Кислотой. Ух! Ты ж, ё-моё. Надо побольше тебе десяточек накидать. Мне кажется, что когда-то, в далеком, уже сейчас, в 2020 году, уже 19-го, когда младший, я сделал большую ошибку, не начав играть мистиками. Там такие классные мистики, но я забираю их всех себе. Я просто то, что ты делаешь в бонусном действии, у меня делается заклинанием пятого. 10. И мне грустно сейчас. Разъедающее касание – это действие. Не божество. Так. Я не правил там другую. 10, 20, 31, 38, 44 урона кислотой. Вообще добивание. Ну, пускай это будет всё молча. Он вот так же медленно по таку красивую музыку. Пытается меня ударить. И я понимаю, что он не попадёт в меня. И он уже никогда не попадёт в меня. Я, да, я так, как описывала, вытягиваю руку, докасаясь до его головы, наверное, вижу его недоумение в глазах и лёгкий испуг, и его голова начинает пузыриться, и кровь, запёкшаяся кровь и не запёкшаяся кровь начинает стекать по его глазам, разъедая глаза, кожу. Но оно начинает пузыриться и потихонечку сползать. Его борода, его достоинство начинает скручиваться и сгорать. Как, знаете, как будто волосы подпалили, точно так же. А металл, который был, шипы вот эти, они начинают плавиться. А не металлические? Металлические. Не металлические, шипы вот так вот. Такая часть тела его. Волосяные шипы? Костянокожные. Ну, они начинают плавиться, чувствуют запах жареной курицы. Да. И он, наверное, падает на колени, просто без лица остаются куски, наверное, зеркать, череп поднеется, и он падает назад. Хорошо. Хорошо. Так и происходит. И я говорю, так будет с каждым из вас. Ну, не знаю. Да, да, да. Где, где, где? Ребята, текают. Где мой трон? А нас, может? Ну, я заканчиваю на этом. Ну, а... Угу. У меня бонусное действие же есть. Я потратила 7 пти очков, я хочу похилиться на 7 пти очков. Бонусным действием, когда я трачу эти очки, я их конвертирую в хп. Хорошо? Бонусным действием. Угу, прикужу. Ну, оставшиеся двое, они сражаются с Десментом, несчастные. Сражайтесь. И, чё, видишь, как они не видят, что происходит с их товарищами. Не слышат, что говорит Ага. Мужка говорит, посмотрите, мужик не испугаюсь. Может быть. Я могу, кстати, телепатическим путём. Да ладно, мне, я сучу, давайте не делать этого. Один летит на тебя бородой, и он попадает. У него 13 плюс, ну, короче, всё вот это вот. Борода прилетает к тебе, говорит тебе, да, это 4, делай спас телосложение. С удовольствием. Ну, кстати, достойно 20. Прекрасно, на 4 урона получаешь. Зарим Глеба прилетает, Глеб прилетает на 23. Ты с собой получаешь, ух ты, 13 урона, и делай спас телосложение. 19. Сразу кину. А, ну, а у тебя было минус к 10? А нет, ещё не было. Минус 1 к 10, то, что я в знак попадал. Это вначале ход много делать? Да. Ну, давай, сейчас я сделаю уже. Нет, ты ещё выход ещё не наступил, по-моему. А, ну ещё не наступил. У тебя оно было такое проклятное слово. Было. Значит, теперь минус 2 к 10. Минус 2 к 10. Не зависимо от того, ты прошёл или нет часа. Так, сейчас сколько ты мне урона нёс ещё раз? 12 или 13. 12, по-моему. Нет, 13. Второе делает то же самое. Сначала борода. Это крит-провал. Полящий крит-провал. Слово борода принимает умножку. Да, это грубая вибрация. Атакующий ошеломлён до конца своего следующего хода. Ты видишь, как он в твое сторону бородой, надобираться отскакиваешь от него в сторону, он проходит мимо тебя, ты ходишь. Ты ходишь его за голову обстегнуть. И глифы бить тебе уже не будет с собой. Ну и твой ход, Десман. Ну, в таком случае, давай это обыграем так. Если уж я его ударил, тогда применю следующее заклинание. Я действительно просто, ну, поправляя его траекторию проворным движением, бью его куда-нибудь там в область спины. 21 на 3К10 некротического. Да, это твоя хилка. Завидуешь? Да, я с ним на шкрыгну. Тебя, тогда-то луном по мёду он пробить не смог. Было очень смешно. Трижды 8 в 24. Я теперь знаю. Псидбивание? Он совершенно банально, на этот раз, без всяких потусторонних, там, духовных стражей и так далее. Я действительно бью его с силой, раскрытой ладонью. Ну, это ещё какие-то там воспоминания, когда я был в теле Малматара, наверное. И он просто врезается головой в стену со всей своей сообщённой этой огромной кинетической энергией. И все слышат мерзкий влажный хруст черепа, и он просто стекает по стене, как тряпка. Кстати, должен был настримы, чтобы не убить, потому что нашёл он. А, да? Ну, ладно, в любом случае я улупил. И бонусным действием я наношу удар своим клинком. Ты должен был минус 2К10 кидать в начале плана. Да, кстати. Может, ты уже был бы. Ну, что я уже улупил. Я забыл. Ну, это навряд ли, кстати. Даже если будет максимум, я ещё не буду жир. Нет, у меня минус 12 только всего. Да, будем с 2К10. Ну, так, блин, жизнь-то учит. Жирненький. Ха-ха-ха, вы простите. Это она сказала. 19. Попал. А, нет, больше, короче, попал. Так, 1К8 плюс 5. Это не Brutalix, нет? 9. Нет, это не Brutalix, просто 9 арома. 9. Это чем? Излучением. Ты, да, в него направляешь свою, что там, длани, я не знаю. Так, подожди, излучением ли? Дай перепроверю. Силовом поле. Да, направляешь на него руку, делаешь. А, тут у тебя такая, и он отлетает в сторону. Так, а, ест, давай. Ну, он сейчас стоит, видно, что он очень плох. Из последних соплей он стоит, смотрит на тебя, такой. Мадрик. Сейчас, может быть, отъеду сейчас? Давай. 6 плюс 7, 13. Я еще жив. У меня еще все хорошо. Спасибо, Акай. 13 я сказал, да? Мои глаза возгораются ослепительным пламенем ангельского божественного огня. Я вижу, что остался один, я навожу на него свой палец лазер и допронзит тебя свет. Трачу ячейку третьего уровня, кидаю 6к6. Давай. Давай. А попадать не надо кидать? А, справедливо. Я уже, я уже... У тебя какой уровень? Восьмой? Да. У тебя там... Что у меня? А, бонус мастер статус, смотрю. А, плюс 3. Там модификатор на таком уровне уже такой, что мне, дай бог, приснится. Ну, чистая 15, грязная 23. Давай. О, ё-моё. Да. Я же говорил, что он сказал. Так, да. Там характеристика, блин, бонус мастер статус. Сухо, хер мне, если честно. А? 10. Апиши добивание. 16. 18. Апиши добивание. Оу-е. Ну, наверное, ну, это заклинание вообще первого, я трачу третьего. Поэтому не просто там тонкий луч света, там прям как будто с прожектора его начинают высвечивать, целую ладонь, дланью своей, и навожу на него. Сзади крылья там, это всё красиво. Яркий луч света, может быть, откуда-то с крыльевка собирается в мою руку и просто испепеляет его в кучку пепла развеивающегося по обеденному залу. А может, чтобы твоя рука ещё осталась отпечатком на полу? На полу, да. Хорошо. А может, чтобы твоя рука осталась пеплом на губах? Извините. Урвал. Ну, видите, как последний дьявол падает на землю, испепеляясь, в этом ярко вспышки. Мадовик падает на гонку. Уборживает 6500 кг, вспышки на четверых. Я знаю, нам некого допрашивать. Нам некого допрашивать, и на этом мы сегодняшнюю игру закончим. Чего ты так решила? Уборжу голос курулся. Сколько ещё раз? 6500 на четверг. 1625. И допрашивать уже кого-то мы будем уже в следующий раз, в следующем эпизоде. Возможно, когда вернётся Трафальгар, возможно, мы и не посмотрим. Ух. Вот такая получилась штука-дрюка. Один эпизод разговора, потом пойти нам туда или нет. Мы, на самом деле, всю дорогу дрались практически. Это была крутая драка. Давненье, кстати, такого не было, честно говоря. Но я даже понял, что я по этому соскучился. Ладно, что, на это будем закругляться. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. Спасибо за донатчики. Спасибо за то, что продержались эти 5,5 часов. Всем спокойной ночи. Увидимся в других стримах, новых играх. Всем спасибо. А Саня, что надо делать? Берегите себя, своих близких и животных, которых вы приручили. Всё так уж. Всё, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!